Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Хочу обратить ваше внимание на один очень интересный факт. Япония впервые за всю свою послевоенную историю, то есть с 1945 года, приняла закон, разрешающий поставки оружия на экспорт. Догадайтесь, для какой страны? С одного раза. Вот и я за это, да, правильно. И это же не только Япония. Швейцария сейчас в процессе принятия точно таких же решений. Там уже Верхняя Палата проголосовала, сейчас будет переголосовка. В Нижней Палате Швейцарского Парламента я уверен, что примут. И мы получим швейцарские БТРы. Я бы не сказал, что это настолько критично, японская или же швейцарская военная помощь. Это хорошо, это отлично. Но это не критично для ВСУ, но речь идет о другом. Вы посмотрите, впервые Япония после войны, а вот Швейцария вообще, наверное, впервые в своей новой истории продает или передает оружие за границу. Это страны, которые вообще не хотели даже слышать о том, чтобы дать свое или передать свое оружие кому-либо вообще. Но вот эта вот сумасшедшая российская агрессия, она просто подняла на дыбы весь мир. Ну, кроме Эритреи и Зимбабве. Тем, понятно, тех все устраивает абсолютно замечательно. Говорят, что в Никарагуа тоже всем довольны. Но это все, это все, да. Все остальные как-то не очень счастливы. И выглядят, более того, удрученными. И поэтому весь цивилизованный мир, посмотрите, сегодня, как один буквально, встали и передают Украине оружие. Вот только Бельгия приняла решение, извините, не Бельгия, Дания, приняла решение передать там артиллерийских снарядов на 32 миллиона евро. До этого такое же решение принимала, опять-таки, небольшая страна, Бельгия. Соединенные Штаты, Германия, Финляндия, Франция, Швеция, Хорватия, Болгария, Чехия, Словакия, Польша, Эстония, Латвия, Литва, и говорить даже не буду. Вы посмотрите, весь мир. Весь мир просто помогает. Тайвань. Весь мир помогает Украине. За Австралию молчу и за Канаду. Вот. И парочка абсолютно сумасшедших диктаторских режимов помогает фашистской России. То есть, мы видим, что на сегодняшний день изоляция России гораздо более серьезная и гораздо более, скажем так, уровень нерукопожатости российского руководства гораздо хуже, чем он был у Гитлера. Потому что все-таки, как там ни крути, но у Гитлера была коалиция, условно говоря, цивилизованных стран. Посмотрите, за него воевала европейские страны. Италия, Венгрия, относительно помогала Испания, но не воевала. Не, воевала тоже, что ж голубая дивизия там была, да. Финляндия, то есть, у Гитлера была коалиция не из Эритреи, из Зимбабве, понимаете. А у Путлера, который является духовным сыном, внуком и вообще реинкарнацией Гитлера на этом свете, этого всего нет. Ну, дело в том, что копия всегда хуже оригинала, да. Во-первых, у Путина есть вот эта идиотская челка, как у Гитлера, да, вот эта с начосиком такая, да, а-ля Трамп, ну, потому что он пляшевый, лысый, тут же ничего нет, он лысый абсолютно. Вот. Ну и все, это все, что у него есть от Гитлера. Тот хотя бы, понимаете, фюрер, тот хотя бы не кололся. Был бесноватым абсолютно, да, но не колол себе ботокс, вот он со всех сторон, что борда лоснилась вот такая вот, и чтобы ее перекорежило на один бок. А Путин, вот он, как говорится, косплеет Гитлера во всем, да, даже молится на его фуражку вместе с Гундяевым. Но вот копия, вы понимаете, она всегда хуже оригинала, да. И это показывает международная коалиция, которой не было даже у СССР, когда он в самые тяжкие дни войны, Второй мировой, воевал с Гитлером. Не было такой поддержки, как на сегодняшний день есть у Украины. А это о чем говорит? Что Украина обовязково переможе. Слава Украине!